Кирилл, добрый день. Я, если честно, немножко был означен вашим письмом, поэтому я просто решил записать видео, в котором я показываю, что где смотреть. Может быть, оно есть лишнее, тогда просто извините. В общем, есть какой-то один репозиторий, и у вас нет никаких прав сюда пушить. Просто вот никак. Не можете вы ничего сделать. Все, что вы можете сделать, это pull request. И это всегда можно посмотреть. То есть, вот, например, в этом репозитории всегда можно открыть браузер и посмотреть, что вот здесь вот 99 коммитов. И последнее действие, которое я сделал, это принял ваш коммит. Ваши действия-то тоже есть, потому что они, собственно, были приняты, и поэтому они стали основной веткой. Вот, при этом есть, вот они, даже можно сюда ткнуть. Есть другой репозиторий, в который можно попасть, видимо, вот так вот. Где ваш аккаунт, и вот этих коммитов там нет. Есть ваш репозиторий, в котором точно так же можно посмотреть, сколько коммитов. И вот у вас 100 коммитов, а у меня там 99, и видно, что вы 4 часа назад чего-то сюда запущили. Даже видно, какой файл изменился, но вы, наверное, обязательно изменяет, знали. Опять же, можно пойти в коммит и посмотреть, что же там происходит. Даже можно конкретно проверить, что там изменилось. Скорее всего, тут очень много изменений, но даже вот при большом чем-то можно с этим что-то делать. Вот, соответственно, здесь можно посмотреть ваши изменения, которые вы сделали 4 часа назад. Вот, на самом деле, есть еще одна вещь, бывает такая вещь, как ветки. Собственно, если мы посмотрим сюда... А, собственно, я уже открывал ваш... Тут сами... Нет, это вот здесь вот. И я этими ветками не пользуюсь. То есть мы видим, что вот здесь написано OneBranch, и вот здесь вот написано OneBranch. OneBranch, но очень часто можно увидеть такую практику, что людям, может быть, там, например... Ну, если это какой-нибудь продукт, то не знаю, давайте придумаем какой-нибудь... Скорее всего... Вот это какой-то известный пакет. Почему не он личится? А, потому что нужно во всем гидхайде искать. Это такой известный пакет DR. Если мы сюда пойдем, почти уверен, что здесь, видите, 30 веток. И дальше каждый коммитит свою ветку. То есть там, собственно, и так и распределено, что люди коммитят свою ветку, и потом... Что-то с ними делают. И вот эти есть дефолтные. А они там... Здесь вот что-то происходит. Идея заключается в том, что тут есть какой-то проект, и они, когда этот проект завершится, они соединят его с основным, и эта ветка закроется. Ну, соответственно, здесь очень много каких-то веток. Ничего не понимаю про эти конкретно, но... Ну, в смысле, что здесь... И самих названий веток не очень понятно, что происходит. Они часто сопряжены с какими-то проблемами. То есть люди открывают issues, и чтобы разрешить какую-то проблему, они там... Какие-то люди... Вы видите, здесь разные люди. Что вот, чтобы разрешить какую-то проблему, они... И открывают... И делают, собственно, ветку, чтобы потом соединиться, и... Вот. Но это люди, у которых есть права пушить в... Как бы в этот репозиторий. То есть это, как бы, антрибьюторы, которые могут что-то делать. И в этом пакете их очень много. Вот. Но у нас не такая ситуация. В принципе, можно было бы так делать. Просто вся вот эта возня с ветками, она... Ну... Ну... Мне кажется, что не так просто ее объяснить, и я не очень знал, как вы со всем этим разбираетесь. Поэтому я предпочитаю, чтобы вы делали полреквеста. Но вот... Собственно, и все, что я хотел вам рассказать. Спасибо. Спасибо.